Многие люди верят в то, что чай любой, тем более черный, к которому они привыкли, разных марок, неважно, главный принцип, черный чай полезен, всего лишь на том основании, что они его пьют, родители пили, любят, главное любят, хотят и пьют, а хотят не пьют, но хотят почему-то всегда, появляется зависимость, что не так. Итак, я расскажу вам обо всем по порядку. Слушайте данное видео целиком, не выключайте. В чаях много танинов, в первую очередь в черном, там их много, а в зеленом мало. Эти вещества, танины, связывают железо, цинк, магний, кальций, многие витамины группы В и не дают этим очень важным для жизни и здоровья веществам усвоиться организмам. И тогда возникают их дефициты, даже если вы их принимаете дополнительно в виде добавок. Как следствие, разрушаются со временем зубы, кости, уменьшается плотность костной ткани, возникает остеопороз и другие проблемы. Нервная система остается без защиты, в первую очередь по причине неусвоения витамина В1, а также В9 фолиевой кислоты. И потому черный чай безумно вредно пить беременным. Могут быть и преждевременные роды, и низкий вес новорожденного. Обязательно принимайте дополнительно витамин В1, В12 и вообще витамины группы В. Те люди, кто любят и пьет и будет пить черный чай. Конечно, надо принимать натуральные витамины. Хлорелла и спирулина, органические, био только, будут вам под спорьем здесь. Но все же лучше черный чай не пить. Вы думаете, это все проблемы? Нет, это только начало. Слушайте дальше. Категорически по этой причине не пейте чай ни за едой, ни после еды. Ведь танины не дадут многим веществам усвоиться. Но перед тем, как перейти к другой проблеме, вызванной потреблением чая, хочу напомнить. Наверное, вы ведь забыли о воде. Пить-то вообще надо только воду. По-хорошему, по правде. Вот без самообмана, без потакания своим желаниям. Воду надо пить. Только вода есть растворитель. А любые напитки, вообще любые, это растворы. Если между молекулами воды что-то растворено, это раствор. И такая жидкость не будет работать как растворитель в полной мере. Помните, только благодаря воде происходят все биохимические процессы в организме. Но вода должна быть и химически чистая, и обладать определенными физико-химическими свойствами, которые необходимы нашей клетке. То есть, теми характеристиками, которые внутри клеточная жидкость обладает. Об этом посмотрите мое вот это последнее видео, важнейшее на эту тему. И также я оставлю вам под этим видео ссылку на мой плейлист, на целый раздел моих лекций о воде, физико-химических свойствах воды. В том числе там есть видео, прямо с таким названием «Какую воду надо пить?» и так далее. Итак, не чай, а вода. А вообще, дорогие товарищи, не пейте за едой никогда. Нельзя разбавлять желудочный сок водой, жидкостью. Почему? Потому что у желудочного сока две главные функции. Частичное расщепление пищи, дезинфицирующие свойства желудка. От проникновения в организм через еду. А вода, выпиваемая прямо перед едой или в процессе еды, или сразу после еды, разбавит концентрацию желудочного сока. Это важный факт, учтите это. Хочу дать вам главное предостережение. Ну, вы знаете, что кофеин бодрит. Кофеин в самых высоких концентрациях присутствует, естественно, в кофе оттуда и название. Но он есть и в черном чае, даже в зеленом, правда, его там меньше, чем в черном. Так вот, вред кофеин огромен. Потребляя его, вы перегружаете надпочечники, то есть приводите к синдрому усталых надпочечников. И перегружаете нервную систему, нанося ей большой вред. Ну, а кто на ночь пьет кофе-чай, так это совсем плохо. А вы знали, что черный чай, зеленый чай, что все это листья одного и того же растения, а не разных кустарников. Просто разные технологии производства. Хотя отличия в них есть в плане окисления. Зеленый чай подвергается в процессе производства его меньшему окислению. И в этом смысле он менее вреден, чем черный. Однако и танины, и кофеин в нем все же есть. Теперь немного о чайных пакетиках. Сейчас их изготавливают массово из пластика. Это очень опасно. Микрочастицы пластика попадают с водой в организм, вызывая непоправимый вред. Ну, а если они бумажные, знайте вот о чем. Минуту моей рекламы. Качественной, уникальной и очень нужной всем продукции от Фролова. Понимает тот человек или нет, от этого суть не меняется. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа. Но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами. А значит снимает сухость слизистой. И перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос, и горло. Давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео. Ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского академгородка, гель для суставов глубокого проникновения, для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которая лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналогов в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти 4 видео об этих 5 продуктах я дам вам в описании под этим видео, под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Это фульвовые кислоты. Посмотрите видео непременно о этих фульвовых кислотах. Ссылку оставлю. Дешевые чаи имеют белый, яркий такой насыщенный белый цвет пакетиков. И несмотря на то, что они бумажные, и вроде бы все безопасно, однако это не так. Дело в том, что их отбеливают. Ну вот так же, как бумагу. Вы знаете, что та же финская качественная бумага и аналоги, белая-белая. Она отбеливается хлоркой, а бумага без отбеливания имеет серый цвет. И здесь то же самое. Знайте, что пакетики для чая отбеливают эпихлоргидрином. А это очень сильный яд. Это канцероген. Итак, завариваете не из пакетиков, а просто рассыпной чай, коли вы его пьете. Но если чай дорогой и пакетики из натурального хлопка, льна, шелка такие есть, то ничего страшного, можно и в пакетиках заваривать. Теперь о ядах в чае. Вы удивитесь, может быть, но массовый китайский и даже индийский чай черный, да и зеленый, ядовит. Конечно, вы сразу не отравитесь, но тяжелые металлы накапливаются в организме годами и обязательно приводят к негативным последствиям. В наши дни, конечно, таких воздействий негативных на организм много, но это не повод расслабляться, не повод плыть по течению, а просто нужно уменьшить количество этих вредных факторов все то и тем, что зависит от вас. Так вот, массовые плантации обильно удобряют и опрыскивают химикатами, пестицидами и так далее. В листьях черного чая находят фтор, многие тяжелые металлы, такие как свинец и кадмий. А все дело в том, что плантации массовые, огромные, находятся неподалеку всегда от промышленных центров, где живет большое количество сельскохозяйственных рабочих, чтобы работать на этих огромных плантациях. Как правило, это старые центры выращивания и рядом промышленные центры с угольными электростанциями. А это экологически очень грязное, вредное топливо. Не все, опять-таки же, знают, что дым от угольных электростанций, котелин, в зависимости от того, куда подует ветер, там до 100 километров, эти тяжелые металлы осаждаются в почву и дальше идут в пищу человеку с той едой, которая выращивается на данных полях плантации. Также большое количество автострад, ну и тому подобное. В общем, имейте это в виду, лабораторные исследования показывают превышение многих тяжелых металлов. Еще один вред от чая. Вот те люди, у кого высокая температура, ну кто болеет, категорически нельзя черный и зеленый чай пить. Почему? Потому что в нем содержится вещество теофилин. Это вещество повышает температуру тела человека, а если она и так повышена, ну потому и нельзя, хотя и потому, что оно все-таки вызывает воспалительные процессы и усугубляет их те, которые уже имеются в организме. Далее. Потребление черного чая повышает увеличение концентрации мочевой кислоты в крови, повышает риск тромбозов и камнеобразования, повышает ротериальное давление, в том числе глазное. Чай, если уж вы пьете, надо заваривать и пить сразу в течение минут 15-20, но не более получаса его хранить. А люди как делают? Вчерашнюю заварку пьют. Тогда там образуются новые канцерогенные вещества, которых не было свежезаваренным. Чай, имейте это в виду. Ну и переходим к вопросу, а какие тогда чаи можно пить и стоит ли? Ну, во-первых, стоит пить всегда только воду. Но уж если вы хотите все-таки пить чай, получать, можно сказать, привычный вот этот вкус, или какой-то аналогичный, то нет никаких проблем. Забытый многими иван-чай, получаемый из травы кипреи. Польза иван-чая огромная. Вреда нет никакого. А те, кто пытаются порочить, таких видео сейчас много, вот вольно и невольно поддерживая производителей черного чая, все это абсолютно ложь. Нет никаких научных данных о том, что иван-чай кипрей может оказывать какие-то негативные воздействия на организм. Зато тысячи копирайтеров как под копирку повторяют это вранье. Что еще можно? Травяные чаи по показаниям или общеукрепляющие, в составе которых, например, такие травы, как чабрец, липовый цвет, мята. Ну, это можно пить без вреда для здоровья. И противопоказаний здесь нет никаких. Но все же, не пейте чаи более, скажем, 20% от общего объема жидкости в день. А жидкость, главное, 80% это вода. Вода, обладающая нужными для наших клеток физико-химическими свойствами. Мои старые зрители знают, что у нас есть интернет-магазин nadgar.ru, на котором вы можете приобретать экологически чистые продукты, важные другие товары. Да, мы отправляем в любые города России, страны мира, но суть тут вот в чем. Трав, к сожалению, у нас, ну, большого выбора нет. Как-то руки все не доходят, сборы делать интересные. Но зато прекраснейший иван-чай есть. Причем этот иван-чай без преувеличения лучший в мире, можно так сказать. Почему я так заявляю? Дело вот в чем. Между Карелией и Ленинградской области есть одно такое место, где живут уже около 30 лет мои знакомые. Это люди, вот что называется, фанаты своего дела в хорошем смысле этого слова. Десятилетиями они изучали древние всякие там травники, рецептуры, книги. Делали свои сотни и сотни экспериментов по производству иван-чая, получению великолепного вкуса и добились за эти годы, ну, огромных результатов. Причем люди живут реально в такой глуши, что у меня даже видео есть на БРДМ за иван-чай. Можете потом его посмотреть. Собственно, у меня два видео есть на тему иван-чая. Ссылки на них я оставлю под этим видео вам, если будет интересно, посмотрите. Так вот, я очень советую попробовать этот наш иван-чай. Ну, от моих друзей. В зависимости от сезона, как быстро заканчивается, иногда бывает до двух-трех видов. А вообще, что касается чая обычного, черного, зеленого, ну, конечно, есть дорогие фирмы с Тайваня, там, китайские фирмы, иные, которые продают там по многу-много тысяч долларов за килограмм. Ну, конечно, там все безопасно, безвредно, там особый вкус, аромат, это все понятно. Не будем в такие дебри забираться, но в любом случае я советую чай органический. Это очень важно, чтобы там не было тяжелых металлов и других отравляющих вредных веществ. Пейте уж, если пьете, рассыпной чай. Никогда не пейте чай горячий, а только градусов, ну, 50-60. Ну, то есть, остужайте его перед тем, как вы пьете, чтобы не производить ожог пищевода, ну, и слизистых оболочек полустирта. Это очень вредно, от этого бывает и рак гортани в том числе. В первую очередь, кто курит, во вторую, вот от горячих напитков. Я вам оставлю важные плейлисты под этим видео. Во-первых, о лекарственных лечебных травах. Во-вторых, о лекарственных грибах, грибных препаратах. И в-третьих, плейлист о воде. Он называется «Все о воде. От а до я». И особое внимание хочу акцентировать вам о моем последнем на момент записи вот данного видео ролика о воде. Вот про это видео речь идет. Посмотрите, очень советую. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет. И вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте надгард.ру. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ. С вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России, у вас наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.